ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну, мы вчера тоже пытались немного украсть и мы вчера немного разговаривали о том, как оформить новогодний стол Забудь о дне вчерашнем Ну, а сегодня у нас... Вперед к сегодняшнему, развернись Да, в серед сегодняшнему обязательно развернемся Друзья, расскажем вам и покажем сегодня много всего интересного Будут и новости, будут и события, будут разные рубрики Будет гороскоп, который, я уверена, вы ждете каждое утро Ну и, кстати, во втором часе к нам придет замечательный гость о ней расскажем подробнее, немного позднее. Ну а сейчас хотим передать слово нашим коллегам. Информационная служба новостей ждет своей очереди для выхода в эфир и для того, чтобы рассказать вам самую последнюю информацию о том, что же произошло в нашем городе за последнее время и чем они готовы с вами поделиться. Репортажи наших корреспондентов готовы для того, чтобы вы были в курсе всей информационной повестки последних суток. Мы прощаемся с вами буквально на 5 секунд. Да что там прощаемся? Замираем в томном ожидании. Это утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Доброе утро всей любимой и необъятной Саратовской области. Мы рады приветствовать вас сегодня, во вторник, 20 декабря, в прямом эфире телеканал «Саратов-24». Здесь Светлана Казанцева. Здесь Сергей Гришнов. И как Сергей сказал, мы работаем для вас в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир, можете написать к нам в прямой эфир, можете поздравить кого-то с днём рождения, передать привет или поделиться с нами уже рецептами своих новогодних блюд. А также можете сойти к нам в группу ВКонтакте. Сегодня мы у вас интересуемся, соблюдаете ли вы вообще рацион, и как вы готовитесь вообще к новогодним праздникам. Будете ли вы много всего кушать или всё-таки будете придерживаться правильного питания и следить за собой. Давай сейчас сразу и проанонсируем тогда тот опрос, который у нас идёт ВКонтакте со всеми точными вариантами ответа. Итак, точные цитаты. Практически как цитаты дня. Вы следите за своим рационом в празднике. Вариант номер один. Нет, я ем всё подряд и не только в праздничные дни. Вариант номер два. Я ем всё, что хочу, а скидывать килограмм буду по традиции весной. Третий вариант. Я стараюсь следить за питанием, но не всегда получается. И четвёртый вариант. Я всегда слежу за питанием и в праздничные дни, естественно, тоже. Голосуйте за тот вариант, который вам нравится более всего. Ну а в честь чего мы об этом и говорим, всем прекрасно понятно. Совсем скоро Новый год. 11, Карл. 11 дней осталось до Нового года. Вообще, даже не верится. На следующей неделе, Серёж. Как это тебе не верится? Сейчас ёлка за спиной. У тебя праздничная овца в студии. У тебя всё должно просто наставлять тебя на Новый год. Но, кстати, 11 дней это как минимум шанс скинуть килограмма 3-4. Килограмм, наверное, Серёж. Это если... Несмотря как кушать. Если совсем ничего не есть, то можно и 4 скинуть. Ну а если всё-таки придерживаться хотя бы какого-нибудь питания, и мы вам советуем придерживаться всё-таки правильного питания, то, значит, шанс не такой большой. А главное, если вы будете ещё и тренироваться, то ваши шансы похудеть к Новому году возрастают вот так. Вот посмотрите на Дану Ригу, и вот она вам должна стать таким мотиватором к хорошему питанию, к правильному питанию и здоровому образу жизни. Ну что, давайте двигаться этим утром вместе с нашим фитнес-тренером. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я надеюсь, вы все уже проснулись и в хорошем настроении готовы приступать к утренней зарядке. С вами я, ведущая рубрики «Двигайся» Дана Рига. Сегодня на нашу электронную почту поступил вопрос от Анны. Анна спрашивает, покажите какой-нибудь комплекс упражнений с предметом, который находится у каждого в квартире. И таким предметом у нас будет стул. Стул есть в каждой квартире, стул или табуретка. В моём случае это будет скамейка, потому что мы в тренажёрном зале. Вы используете то, что есть у вас в квартире. Первое упражнение, которое мы будем использовать со стулом, направлено на развитие ягодичных мышц. Мы будем зашагивать на вашу табуретку или стул поочерёдно каждой ногой. Я начинаю с левой ноги. На каждую ногу 15-20 повторений. Шагаем, вторую ногу высоко поднимаем. Опускаемся вниз. Шагаем снова. Не забываем выдыхать на усилии. Упражнение делаем потихоньку. Интенсивность средняя. Не надо делать резких движений. Упор на пятку, максимально нагружая ягодичные мышцы. Меняем на следующую ногу. Делаем также 15 повторений. Отдыхаем полминуты и переходим к следующему упражнению. После 30-секундного отдыха переходим к следующему упражнению, направленному на укрепление мышц рук и, в частности, трицепса. Упираемся руками в скамейку. Ноги ставим подальше. Опускаемся, чтобы спина скользила вдоль вашей табуретки или вашего стула. Максимально вниз и вверх. Не забываем выдыхать на усилии. Если вам делать легко, вы можете поставить напротив себя другой стул, положить ноги на него. Так будет дополнительная нагрузка. Делаем 15 повторений. Отдыхаем и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас идет на проработку мышц пресса. Садимся на край стула. Опускаем ноги вниз. Наклоняемся назад и происходит скручивание. У нас упражнение называется складка. Выдыхаем на усилии. Это упражнение мы делаем до тех пор, пока у вас не начнет сжечь прямая мышца пресса. Как вы почувствовали, что она у вас горит, делаем еще 10 повторов через боль. И отдыхаем. Вот такой комплекс упражнений, который вы можете делать со стулом, или со скамейкой, или с табуреткой у себя дома. Этот комплекс поможет держать в тонусе все ваше тело. Ноги, пресс, верхняя часть тела. А поэтому не забывайте, что в здоровом теле здоровый дух. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok со здоровым образом жизни. Вы не знаете, вам можно есть эти печеньки или нет. Или, может быть, делать то упражнение или не делать. Можно посоветоваться нашим фитнес-тренерам, написав ей. И в одной из следующих рубрик она обязательно ответит на ваш вопрос. Прямо как Мария Белат. Ну, а сейчас к новостям. Да, к новостям, друзья. В нашей области пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление рабочего места. Проведет его, между прочим, Министерство занятости и труда и миграции Саратовской области. Для участия в конкурсе нужно сфотографировать себя, сделать там, может быть, селфи или просто фотографию. Себя и своих коллег в новогоднем образе и на фоне украшенного офиса. Там, если у вас стоит елочка какая-нибудь, или, может быть, мандаринки разложить вокруг. Ну, то есть, фантазию включайте. Фотографии с хэштегом Минзан64 нужно выложить в группе Министерства ВКонтакте. И работы принимаются до 26 декабря. Минзан64. Друзья, я сделаю себе следующую татуировку именно такую. Ведомство выберет победителей в двух номинациях. Приз зрительских симпатий для тех, кто наберет больше всего лайков. И выбор Министерства, того самого Минзана. Лучшая работа, по мнению организаторов. Итоги будут объявлены 28 декабря. Победители получат призы от руководителя Министерства. Работники же Министерства сами решили подать пример. И выложили уже фотографию со своих рабочих мест. Ну-ка, очень интересно. Нужно отправиться в ВКонтакте и посмотреть там срочно. Да. То, что какие-то там фотки. Социальные сети ВКонтакте. Ищите Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области. Ну, а также фотографии мониторите по хэштегу Минзан64. Ну, и свои тоже, естественно, выкладывайте. Осталось мало времени. Ну, а если вы искали Марии Белат, то вот сейчас она как раз вам и предстанет перед глазами. И расскажет вам о том, как же правильно распланировать свой день. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на все ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне и для каждой ситуации найдется свое решение. Ну, а теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овен, вы отделитесь от команды из-за решения собственных проблем. Не тратьте на них много времени. Телец. Сегодня вы можете ощутить грусть и тоску. Вам будет сложно собраться с мыслями. Близнецы. Может отмениться важная встреча или подписание договора. Скоро все наладится, не переживайте. Рак. Сейчас на вас взвалили весь рабочий процесс, и только от вас зависит будущее компании. Лев. Может наметиться заключение особенно важной сделки. Дева. Сегодня вы найдете пример для подражания или решите продолжить свое образование. Весы. Могут возникнуть сложные ситуации, связанные с вашим здоровьем или самочувствием ваших близких. Скорпион. Вас могут вовлечь в предновогоднюю суету. Остерегайтесь пустой траты времени. Стрелец. Вы можете резко поменять мнение о своих отношениях в паре. Возможно проверка чувств. Козирог. Ищите пищу для ума. Читайте, получайте задания. Сейчас это очень важно. Вдалей. Настало время заняться собой. Сделать покупки, которые давно откладывали. Рыбы. Сейчас не стоит выяснять отношения ни с кем. Все решится само собой в конце января. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Гороскоп от Марии Билат каждое утро. Это мотивационные две минуты, для того, чтобы вы знали, как сегодняшний день провести. Ну, а если вам не устроил этот гороскоп, то... Напишите свой. Да, напишите свой. Напишите Марии Билат об этом. Пусть она исправит обязательно в следующем эфире. Составьте гороскоп астроптихологу. Ну и, кстати, Марии Билат можно написать не только по поводу гороскопа, а прежде всего по поводу своих неразрешимых ситуаций в жизни. Не знаете, как поступить, не знаете ли идти на ту или иную работу, не знаете, как правильно построить отношения с тем или иным человеком. Она вам на все это ответит. Нужно обязательно только указать место, дату и время рождения. И, кстати, во втором часе одному из наших телезрителей повезет, и кто-то узнает ответ на свой вопрос. Это точно. Ну, а куча вопросов, я думаю, у вас будет к нашему гостю, потому что сегодня, друзья, мы с вами по-прежнему продолжаем готовиться к Новому году. Он уже у нас на носу, и продолжительные праздники на животе или, скорее, на бочках у нас. Как не зажиреть, в кавычках и без кавычек, и за это время. Как не объедаться за новогодним столом и во время продолжительных праздников. Как же быстро выйти из ритма обыкновенного после... Точнее, из необыкновенного объедательного праздничного ритма. Когда у тебя куча салатов, куча оливье, там, я не знаю, стоит на столах, я не знаю, горячие и холодные блюда. И как устоять перед всем этим, мы узнаем и раскроем этот вопрос вместе с нашим гостем, который придет во втором часе. Итак, красота, мужская и женская сила, восхищение и вдохновение. Каждый старается всеми средствами поддерживать молодость и красоту своего лица и тела. На помощь приходит Центр косметологии «Бьюти Сайенс», в котором представлены все услуги по омоложению лица и, естественно, коррекции фигуры. Центр косметологии «Бьюти Сайенс» находится в городе Саратове на улице Мичурина, 150, тропь 154. Связаться с ними можно по телефону 23 70 33. Ну и гостем сегодняшней программы станет диетолог Центра авторской косметологии «Бьюти Сайенс» Александра Лагвина. Да, друзья, именно с ней мы сегодня поговорим о том, как быть красивым, как поддерживать свою фигуру в тонусе и как делать так, чтобы ваше лицо просто сияло. Ну и, кстати, к ним можно обратиться как до Нового года, чтобы подготовиться к этому замечательному празднику, чтобы сиять, блистать круче, чем новогодняя елка. А также можно и потом обратиться для того, чтобы скорректировать вашу фигуру после, ну, я не знаю, переедания, возможно. И как вот, кстати, удержаться от этих перееданий, сегодня будем обсуждать с нашей гостьей во втором часе. Свои вопросы вы уже можете отправлять Александре Лагвиной, она ответит абсолютно на все вопросы, которые придут на наш смс-портал. Так что не упустите возможность вступить в конкретный диалог с настоящим диетологом Центра авторской косметологии «Бьюти Сайенс». Ну да, а мы, кстати, не перестаем задавать вопросы не только нашим гостям, но и детям, которые также периодически приходят в нашу студию. И сегодня мы у них спрашивали о том, почему же меняются времена года, и вот что они об этом думают, узнаем прямо сейчас. Говорят, дети – это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, почему меняются времена года. Потому что… не знаю почему. Потому что зимой только можно кататься на сценках, лепить снеговиков, играть в снежки и кататься на коньках. Ну и это я не помню, мама что-то говорила, я помню, что там солнце не крутится. Ну, планета Земля отворачивается от солнца и обрабатывается снег. Ну, снег я не знаю, как обрабатывается, но я спрашивал, но они что-то там не говорили, потому что солнце что-то… Потому что если будет только зима, то людям надоест зима. Потому что солнце, то есть земля кружится вокруг солнца, и сама кружится вокруг себя. Потому что изменяется погода, многое изменяется всего, то холод, то тепло. Потом весной ты уже просыпаешься, потом лето наступает. Потому что если 12 месяцев, и то и 3 проходит месяца, вот, и наступает другое время года. Некоторым уже пора спать там, животным, вот, и времена года меняются. А если бы все было, несколько, один год длился очень долго, вот, не 3 месяца, а всегда, тогда бы было только один плазник, вот, и кое-чего бы не было вообще. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mailsobakasaratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Это утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Доброго утра всем тем, кто просыпается, кто проснулся, и тем, кто еще не ложился спать, потому что привык жить по московскому времени. Ты так говоришь, прямо так ярко, доброе утро, и прямо вот низкий поклон вам нужно, вот, просто после этого. Ну, у меня такая ассоциативная реальность. Делай, сказала, делай, Свет, что я имею в виду, в чем проблема? Ну, и, кстати, рядом со мной находится замечательный Сергей Гришнов, меня зовут Светлана Казанцева. Напомню, что работаем в прямом эфире, а это значит, что все средства связи у нас доступны. В общем, выходите с нами на связь, на контакт, будем рады услышать вас на том конце провода или прочитать ваши сообщения. Друзья, вы уже обратили внимание, что на экране появилась специальная плашка, это телефонное голосование, в котором мы призываем вас принять участие. Мы будем спрашивать у вас, вы собираетесь следить за своим рационом в празднике или нет. Если собираетесь, 8800-100-2405. Если вам все равно, и это всего лишь... И вы бунтарь. ...новогодние праздники, у вас таз оливье, просто бедро под шубой, то 8800-2006, ваш номер телефона. Обязательно звоните, оставляйте ваше мнение, достаточно просто оставить дозвон на тот или на другой номер. Стоимость звонка согласно обычным федеральным номерам, которые, соответственно, будут совершенно бесплатны для вас в данном случае. Ну а сейчас мы переходим к новостям, точнее, к событиям. И первым событием хочу с вами поделиться я, друзья. Всех любителей новогодних историй ждет чудесная музыкальная сказка под названием «Морозка». Эта история, напомню вам, о солдате Иване, о его невесте Настеньке. Им предстоят нелегкие испытания на пути к своему счастью. И вот великолепные костюмы, прекрасные хореографии. И придутся по душе в любом случае и вам, и вашим детям. И все желающие смогут прийти в Театр оперы и балета уже завтра, 21 декабря. И в 18.00 начнется этот спектакль. Не знаете, как занять свою среду и как провести время с ребенком во благо и на пользу, то отправляйте в Театр оперы и балета, наверняка вам понравится это мероприятие. Ну а следующая новость для сладкоежек и для тех, кто уже голосует за то, что он не будет следить за своим рационом. Таких пока, к счастью, 100%. Друзья, я с вами. Если вы хотите научиться росписи по пряникам или самим изготовить вкусную рождественскую композицию, тогда вам нужно попасть в уютное маркет-пространство с новогодней атмосферой. На мастер-класс, который пройдет 24 декабря с часу до аж 10 вечера. Представляешь, сколько напекут вообще? Да, на Чернышевского 110 рядом с институтом СГЮА. Вход для всех совершенно бесплатно и даже пряники с собой, кажется, приносить не надо. Главное, друзья, найдите всю подробную информацию в социальных сетях, зарегистрируйтесь на этом мероприятии и приходите расписывать пряники по полной программе. Ты хочешь отправиться на такое мероприятие? Я хочу пряник. Я хочу пряник, я тоже хочу пряник. В общем, друзья, поделитесь с нами потом еще и пряничками. Приходите, приносите ей нам и угощайте. Все, хватит с утра попрошайничать уже. Я кушать хочу, правда. Кто-то еще не завтракал. Есть, она захотела с утра, с самого раннего. Ну и, кстати, друзья, движемся далее и хотим немного поделиться с вами информацией, которую добыл наш корреспондент. Она периодически гуляет по улицам города и спрашивает у наших жителей. Оливье приготовили? Да. Под шубой новый рецепт уже придумали? А какая песня самая новогодняя, знаете? Вот на этот вопрос они как раз и отвечали. Морозы неожиданно нагрянули в наш регион, но мы решили не поддаваться панике и радоваться внезапной зиме и бодрящему холоду. Говорят, что когда человек счастлив, ему хочется петь. Вот и в нашем сегодняшнем опросе мы решили поинтересоваться у саратовцев, какая песня у них ассоциируется с зимой. Давайте узнаем. Улись на опушке. Улип. Жила зима в избушке. Помните, хиль пела? Зимушка, зима. Песня такая же есть. Зимушка, зима. Я уже забыла. У леса на опушке. Жила зима в избушке. Она снежки солила. Какой-то кадушке, да? Остребел в коня. Но любимый, не знаю, какая зимой. Остребел в коня. У леса на опушке. Жила зима в избушке. Эй, мороз, мороз. Не морозь меня, наверное, вот это. И все родилось, елочка. Такие песенки. Иванышки Интернешнл. Новый год. С Новым годом. Зимушка, зима. Вот просто то, что первое пришло, в голову вдоль пришло. Джингл Беллс? Да. У меня другая. Это Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Именно она. Отлично. А у вас? Джингл Беллс. Зима только вступает в свои права. И если пока вы не ощутили ее приход в полной мере, рекомендуем вам составить свой плейлист любимых зимних песен и запастись отличным настроением. Смотрите наши опросы в утреннем шоу Автопилот на телеканале Саратов 24. И уносит меня, и уносит меня. Меня сейчас тоже, как бы не все. Это мою ты просто песню взяла. Вообще-то не слышала, что у нас зрители эту версию предполагали. Друзья, надеемся, что музыки новогодней в вашем окружении станет как можно больше, и вы точно будете уже чувствовать приближение самого долгожданного, самого приятного праздника года. Ну, а, кстати, знаете, самые долгожданные и приятные минуты ожидают несколько замечательных щенков, которые мы готовы сегодня пристроить в добрые руки. Они просто ждут и надеются на чудо. Что каждый вечер они будут вам дарить неизбываемые минуты, когда вот только замок, замочную скважину, а они уже по ту сторону двери... Они подвигают, хвостами миляют, начинают... Они меня выделили и говорят, да, хозяин пришел, я так тебя ждал. А до этого они, как в мультфильме, «Тайная жизнь домашних животных» ведут себя. Я не смотрела. А вы вечеринку им просто обламываете, и все. Так, поехали. Зооспас на очередь. Да, друзья, три чудесных девочки-щенка ищут свой дом, очаровашки. Если вы хотите себе верного четвероногого другу, то эти милые пушистые комочки, то, что вам нужно. Собакам примерно два месяца, и они не будут больших размеров. Им очень нужна ваша помощь и забота. Вот они, мне кажется, такими же хомячками останутся, если их особенно откармливать-то точно. Какие они гневые. Смотри, у нее даже глаза голубые. Даже. Что значит даже? Ну, обычно сочетание темных волос и светлых-голубых глаз – это редкость. Это ретиссивный признак. Правда? Правда. Да. Ничего себе. Век живи, век живи, как говорил классик. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Автопилот». Во-первых, мы спрашиваем у вас, будете ли вы переедать или откажетесь от переедания и будете соблюдать рацион. Посмотрите на наше телефонное голосование внизу экрана, где-то вот здесь, вот, 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 вот. 50 процентов. Готовы переедать. И 50 процентов не готовы. Ни в коем случае никак переедать. Так что, друзья, вы еще можете повлиять на наше телефонное голосование. Просто дозванивайтесь на один или на второй номер. И тогда мы с вами сможем составить адекватную, объективную картинку реальности. Вконтакте еще вопрос. А, вконтакте ты хочешь обозначить? Ну, давай немножко заглянем туда. Мы там также вам задаем вопрос по поводу того, что будете ли вы соблюдать свой рацион или нет на празднике. Вы будете объедаться. И вообще, в принципе, есть несколько вариантов ответа. А можно предложить свой в комментариях. Жарко. Жарко вконтакте. Потому что 37 процентов сказали, что за своим рационом они следить не будут. Будут есть все подряд, как и делают это сейчас. 37 с половиной процентов сказали, я стараюсь следить за питанием, но не всегда получается. И 25 процентов сказали, отработаю-ка я весной. Все, что на нем этой зимой. Ну, зачем нужно ограничивать себя в празднике. А нет, потому что нужно новую шубу будет покупать или пальто. В это ты уже не влейешь. Ну, и, кстати, друзья, мы вам готовы еще поделиться с вами несколькими советами. Если вы еще не выбрали себе новогоднее платье или, может быть, костюм, то следующая рубрика «Стильные люди». Несколько вам даст ценных дельных советов. Сегодня Алина поговорит с нами о люрексах. О, какая тема нас ждет. Всем привет, с вами стилист Алина Ковалева. Какое же зимнее время без блесток, люрекса и пайеток? Сегодня расскажу вам про новогодний тренд. Блистать в самом прямом смысле этого слова – модная миссия сезона. Всегда и везде, вне зависимости от времени, суток и повода. Люрекс вернулся в моду вместе с 80-ми, так что готовьтесь щуриться от переливов металлизированных нитей. Этой зимой люрекса должно быть много. В связи с холодами выбираем блестящий трикотаж. Дизайнеры только за, сами первые предложили. На показах с сверкающими свитерами вторили лосины и колготки, пальто и вязаные платья. Филипп Лим заставил блестеть золотом мелкую трикотажную пляссировку. Целые комплекты из люрекса нельзя было проглядеть на показах Дольче Габана, Мистонии и Баленсиаго. На блеск обращается внимание все, не только сороки. Предлагаю поддаться этому легкомысленному тренду. Блестеть может любая трикотажная вещь. От кардигана до супермодных ботильонов, носков и сапог-чулок. Мало того, что блеск в моде, он еще и создает праздничное настроение. Новый год уже не за горами, мы все в предвкушении. Так что выбираем самую беспроигрышную фактуру для новогодней ночи и вперед по магазинам. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. А мы тут уже поджидаем вас. Вы вот только просыпаетесь, кофе себе варите, да и чай завариваете, а мы уже на посту вашего хорошего настроения. Это утреннее шоу «Автопилот». Меня зовут Сергей Гришнов. Меня зовут Светлана Казанцева. Работаем в прямом эфире. А это значит, что ждем ваше сообщение на наш мобильный портал, ждем ваши звонки на номер телефона 54-30-30. А также заходите к нам в группу ВКонтакте, и этот годом вам обязательно ответит. Что он свою роль выполнил, стой здесь теперь и не межайся никому. Ну, или можешь посмотреть на наше телефонное голосование. Вы будете переедать в новогодние праздники. Если да, то вас уже половина нашей аудитории, если нет, то вторая половина. То вас тоже половина. Повлиять на наш ход событий вы можете, позвонив по телефону, которые указаны напротив каждого из пунктов. Друзья, но самое время заглянуть в Инстаграм, как я полагаю. Наш город весь чудесно украшен к Новому году. И не исключением воздушная гавань нашего города, а именно аэропорт. Как украшен он, как люди фотографируются в стенах здания самого аэропорта. Или рядом с стенами. Или рядом с ним. Давайте сейчас увидим в нашей Инстаграм-подборке. Мы же знаем, что у вас руки просто трясутся. Скорее зайти в сеть и посмотреть. Мы решаем ваши вопросы без проблем. Ну что, конечно, всех приковывает внимание. Это самолет, который там стоит. Который украшен гирляндами. Кстати, это вообще уникальный экспонат. Потому что в других аэропортах, например, нет такого, что самолет просто стоит и в качестве реквизита украшенный. Я думаю, что для некоторых аэропортов это, конечно, тенденция закономерная. Там есть самолеты, которые не летают. Но из нашего хотя бы арт-объект делали. Слушайте, на самом деле аэропорт это по-настоящему лицо нашего города. Это туристы приезжают, прибывают. А у нас их немало. И видят, как у нас, в общем-то, встречают вот такой замечательный самолетик. А, кстати, там же еще рядом очень красивый панорама. Там тоже можно прогуляться еще подальше и увидеть весь город как на ладони. В общем, друзья, вечером можно отправиться в район аэропорта и посмотреть, как же там действительно красиво. А можно еще и вокруг своего дома что-то красивое создать. И тогда город станет еще ярче, еще краше. Вообще, на самом деле, очень приятно, что в нашем городе начинают осознавать такие места притяжения. Как, например, аэропорт. Ну, почему он должен быть просто технической буферной зоной между самолетом и городом? Пускай это будет по-настоящему классным арт-объектом, где можно сфотографироваться самолетом. Где стоит Стелла «Я люблю Саратов». Кстати, такая скандальная Стелла, у которой постоянно ворует сердце. Так еще и панорама открывается чудесно на наш город. Но, к сожалению, инфраструктура не сильно развита. Рядом нет толком ни ресторанов, ни кафе. Да и парковка не очень большая. Он работает только под манкетами. Поэтому, друзья, мы надеемся, что в ближайшее время мы осознаем все места притяжения в нашем городе и будем обращать на них самое пристальное внимание. Ну и, кстати, друзья, выкладывайте интересные фотографии с хэштегом «Саратов24». Наши редакторы все посмотрят, и все самое яркое, все самое красочное, сказочное, а может быть, просто интересное попадет к нам в эфир. Станьте звездой на ТВ. Ну и мы продолжаем копаться на просторах интернета, просто ворошим ворохи информации. Я сегодня говорю о какой-то тавтологии, извиняюсь за нее, друзья. Далее городская зарисовка. Давайте посмотрим, почему она будет посвящена. Город с необычной стороны. Это набережная, да, космонавты. Вы, кстати, очень красивая фотография. Вот так прогуливаешься по ней, кажется, ничего особенного. А вот так посмотрел взглядом фотографа профессионального. А что-то дымит, все небо в дыву, что происходит, почему это рядом со Стеллой, это все, боже мой, спасайте влюбленную пару. Это, я если бегал, я паникер просто, пожалуйста, если я бегал по набережной, я бы просто взаил все, алло, кажется, что-то произошло. Ну, не знаю, но, кстати, эта фотка была заснята днем, а вот ночью и вечером там очень красиво, там все украшено. Что у тебя за привычки такие? Ты все по ночам где-то гулять собираешься, а? Я люблю ночной город, люблю ночной Сарану. Это вот твою пользу, часы перевели вот туда, чтобы ты гулял больше. Ты знаешь о том, что, да, часы перевели, и, собственно, темнеет, и сейчас достаточно рано. Поздно. Ну, нет, ну, да, хорошо, на час позднее, но все равно зима, еще рано. Что, зима, еще рано? Друзья, все, моец и ведущий нужно передохнуть, я должен ее спасать, пойду заварю ей чай или кофе, а вы посмотрите, пожалуйста, кинообзор. Речь пойдет о фильме, который совсем скоро увидится на нашем канале. Здравствуйте, с вами Альфия Багапова, и вы смотрите кинообзор. Как сказал известный режиссер Жан-Люк Гадар, кино – самое красивое мошенничество в мире. Каждый день телеканал «Саратов-24» показывает вам только самое хорошее кино, и никакого мошенничества. Как известно, все проблемы возникают от большого ума. Сегодня на «Саратов-24» мы как раз покажем кино о такой ситуации. Доброе утро. Меня зовут Ларс Уэзерхолд. Чтобы всем поскорее познакомиться, предлагаю надеть бэджи. Я уже дважды была у вас на курсах, и вы не помните, как меня зовут? Конечно, помню. И как же? Давайте сейчас не тратить драгоценное время. Значит, вы не помните? Знаете, мисс Чен, он в журнал посмотрел. Фильм «Умники» повествует о том, как простым смертным порой нелегко жить в обществе людей, которые всем своим видом указывают на превосходство своего интеллекта. В «Умниках» задействован отличный актерский состав. Сара Джессика Паркетт, которая, несмотря на заезженную ассоциацию с образом ветреной, но очень стильная писательница, отлично справилась с ролью доктора. Обладатель «Золотого глобуса» Деннис Куэйт и невероятно обаятельная Эллен Пейдж, известная нам по фильму «Джуно». Герои фильма – люди отличных интеллектуальных способностей, которые, впрочем, не помогают им, а скорее мешают. Особенно, когда дело касается отношений. Премьера киноленты состоялась в 2008 году на Национальном фестивале независимого американского кино «Санденс» и была высоко оценена критиками – 9 звезд из 10. В первые же выходные после выхода фильма на широкие экраны он собрал более 4 миллионов долларов и занял седьмое место в рейтинге кинопроката. Общая выручка составила около 12 миллионов долларов. Я бы рекомендовала этот фильм посмотреть очень умным людям, которые обычно предпочитают не распыляться на романтичные комедийные драмы, а смотрят высокоинтеллектуальное кино. Посмотрев «Умников» можно стать проще и ближе к людям. Тем более, что фильм снят качественно и красиво. Но ты и преподавателей не любишь, не только студентов. У вас найдется минутка, чтобы... Если у вас есть свое мнение по поводу киноленты и вам не терпится о нем рассказать, приглашаю вас на страницы телеканала в социальных сетях. Вы посмотрели кинообзор, но на телеканале «Саратов-24» еще много интересного. Смотрите программу на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении. Саратов-24 Play Market и App Store вам в помощь. И будем всегда с вами на связи, будете смотреть наши прямые эфиры, узнавать о новостях, знать всю программу, смотреть фильмы. В общем, ваш телевизор всегда будет при вас. Ну а если вы большой поклонник сервиса YouTube, то просто найдите телеканал «Саратов-24», там, как, конечно же, на YouTube. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и давайте сделаем максимальное количество просмотров под записями именно утреннего шоу «Автопилот». Если вам весело, то непременно ставьте лайки. Друзья, ну а мы подведем промежуточные итоги первого часа. Начнем с голосования телефонного. 67% решили не следить за своим рационом. Ну давай, расскажи, ты будешь следить? Давай, ты за какой бы вариант отдал свой голос? Не будешь? Ты будешь переедать? Ты будешь есть оливье? Я себя что, просто так, просто так сдерживал весь год? Ты думаешь, что я просто так вот ходил каждый день в бассейн? В бассейн. Что я просто так лопал эту гречку и овсянку на воде? Куриная грудка, от которой уже просто я скоро закудахтаю? Кстати, на этот Новый год нельзя из курицы готовить никакие блюда. Слава Богу. Весь год куриц нельзя будет есть. Год огненного петуха. Главное, чтобы год рыбы не наступал. Рыбы, отбедимся. В общем, друзья, предлагаю вам также присоединиться к нашему голосованию. Оставьте свой вариант или да, или нет. Можно позвонить по номерам телефонов, которые вы сейчас видите у себя на экранах. Кстати, звонок совершенно бесплатный. Просто хотим узнать ваше мнение. Хотим составить вот такой вот рейтинг и статистику, такую небольшую подвести. Ну, мне на самом деле приятно слышать, что 70% будут все-таки следить за своим рационом. В празднике 30% следить за ним не будут. А еще мне очень приятно получать смс-сообщение от наших телезрителей. Вот что значит качественная, крутая аудитория. Друзья, мы прямо горды за ваше сообщение. Пишет нам. Приветствую шоу Автопилот. Сегодня особенный день, так как Петр Первый издал указ перенести празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. Я с ним солидарна. А еще сегодня Международный день солидарности людей. Написала Ольга Макарова. Вот это очень приятно. Спасибо вам, Ольга, за то, что вы каждый день нас информируете о том или ином празднике. И за то, что вы держите с нами обратную связь. Дорогие телезрители, присоединяйтесь хоть на Макарова, пишите нам. Что, еще одно смс-сообщение от Алексея? Он пишет, доброе утро. Вот я в празднике себе ни в чем не отказываю. Ем все, а потом готовлюсь к лету. Вот лежу на диване и готовлюсь морально к лету. Я предлагаю продолжить это сообщение. Вот выйду я на пляж. Вот обнажу телеса свои. И скажу, не успел. Не сложилось. Да нет, на самом деле до лета еще достаточно большое количество времени. В общем, друзья, отдыхайте в эти праздники, расслабьтесь, ничего страшного. Их не так много. В этом году, кстати, всего на все 8 дней мы отдыхаем, да, насколько я знаю. Так что ни 10, ни не будет этих лишних 500 грамм. На 2 дня в новогодней коме меньше времени проведете. Ну давай, ВКонтакте. Обратимся к страничке ВКонтакте. Вы следите за своим рационом в празднике. Я спрашиваю вас тот же самый вопрос, что и сейчас в телефонном голосовании. Единственные варианты более развернутые. 44,5% сказали, нет, я ем все подряд и не только в празднике. 33% сказали, я стараюсь следить за питанием, но не всегда получается. 22% сказали, я ем все, что хочу, а скидывать килограммы буду весной. Ну и, к сожалению, никто не сказал, я всегда слежу за своим питанием. Правда? Праздничные дни, не исключение. Там пока ноль. Мне кажется, у каждого есть такая знакомая или знакомая, которая вот просто ест сколько хочет и при этом не толстет. Вот я завидую таким людям, я думаю, что это именно они 44% составляют у нас сегодня. А у меня есть такие знакомые, которые постоянно знают все новости. И вот они работают в информационной службе. Сейчас передаем как раз-таки слово корреспондентам нашей новостной программы «Саратов сегодня». Они познакомят вас с последними новостями. Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Новый год не за горами. Да что там, он уже на носу и продолжительные праздники тоже. Как не набрать лишние килограммы за это время? Как не объедаться за новогодним столом и во время продолжительных праздников? Как быстро войти в привычный ритм после этих самых праздников? Друзья, красота и мужская, и женская – это предмет восхищения и вдохновения. Каждый старается всеми средствами поддерживать молодость и красоту своего лица и тела. На помощь приходит Центр косметологии «Бьюти Сайенс», в котором представлены все услуги. По омоложению лица и, естественно, коррекции фигуры. Центр косметологии «Бьюти Сайенс» находится в городе Саратове на Мичурину 150-154. Связаться с Центром можно по телефону 23-70-33. Но у нас сегодня в гостях человек, который расставит все точки над... И как вести себя за новогодним столом? Александра Логвина, диетолог Центра авторской косметологии «Бьюти Сайенс». У нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Очень рада вас видеть в нашей студии. Уже позавтракали? Да. И вот именно так начинать свое утро, да? Обязательно с завтрака. Обязательно. Хорошо, Александра, давайте в общем поговорим. У нас скоро действительно новогодние праздники, и каждый из нас знает о том, что в холодильнике будет храниться большое количество вкусной еды. Я не знаю, полезной или не очень полезной. И вот расскажите нам пару секретов, или может быть даже побольше. А как же не переесть за праздничным новогодним столом? И как же потом сохранить вот эту фигуру, чтобы организму было только на пользу этот праздник? Светлана, ну, было уже правильно замечено даже первый вопрос, который я услышала, позавтракали ли я. То есть обязательно, конечно, новогодние праздники, перед новогодней ночью и все остальные праздничные дни. Очень важно не забывать все-таки о режиме питания. И должно присутствовать перед новогодней ночью также завтрак и обед, чтобы не целый день мы ждали, 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 потом сели за новогодний стол. И сразу наелись. Да, и сразу наелись. Поэтому вот эти моменты нужно не упускать. Не забываем также про воду, которую мы пьем в течение дня. Ну, причем вода не заменяется чаем, кофе и так далее. Нужна вода в чистом виде. Нет, вода нужна в чистом виде. А вот скажите, вот есть... Странно себе представить новогодний стол с водичками на самом деле. Кстати, очень важно, да, на новогоднем столе, что должно присутствовать помимо изобилия блюд, это вода. Кстати, многие даже фитнес-тренеры говорят о том, что не всегда чувство голода, это действительно чувство голода. Иногда организм просто хочется попить, а человек просто путает. То есть перед тем, как начать кушать, нужно выпить стакан воды? Правильно, потому что центр жажды, да, и центр голода находится рядом. Да, мы действительно иногда путаем чувство голода с чувством жажды. Если мы, выпив воды, да, какое-то небольшое количество, все-таки продолжаем чувствовать, что мы голодны. Значит, это оно и есть. Значит, нужно покушать. Значит, нужно покушать. Но нужно прям сразу перед едой пить или там за полчаса, например? Пищу нужно, да, не смешивать с водой, конечно же. То есть чистая питьевая вода пьется между приемами пищи. То есть мы, когда чаем, например, запиваем еду, это не очень полезно? Это не очень полезно, да. То есть должно все-таки, не нужно разбавлять, да, свои соки. То есть должно пройти какое-то время после, как вы приняли пищу. Итак, мы идеально подготовились к новогоднему застолью. Мы позавтракали, выпили положенное количество воды. Наш водный баланс аплодирует, говорит, спасибо большое. И тут куранты бьют полночь. С чего? На чай, трапезу. Мы обычно каждого салатика по ложечке, потом дожидаемся горячего, лопаем, потом сидим уже, нечего делать, выковыриваем из оливье коробшек. Потом еще и тортик на трепет на смену. Потом еще и тортик ближе к утру. Как вы порекомендуете выстроить свою ночную новогоднюю трапезу? Ну, наверное, я порекомендую не дожидаться уж прям 12 часов, когда пробьет куранты, да, все-таки стол накрывается заранее. И постепенно, то есть каждого блюда, да, конечно, все хочется попробовать. Действительно нужно пробовать. Да, то есть не ограничивая себя, да, все-таки попробовать по чуть-чуть. Да, попробовать по чуть-чуть, да. Если тоже, конечно, всеми излюбленной оливье. Понятно, что все мы без него не обойдемся, но это какое-то небольшое количество. Ложечка-две, потом там что-то еще горячее. Через какое-то время, когда вы чуть-чуть посидели, пищеварение, да, запустилось, можно там попить чай. А вот мне интересно, еще хлеб при этом можно употреблять или лучше ограничить его вечером? Хлеб это вообще как-то раздор, я думаю. Да, такой вопрос. Ну, хлеб, конечно, то есть и в вечернее время, да, в ночное время, то есть вообще, конечно, нежелательно. Но мы говорим сейчас о праздниках, в которых мы себя ограничивать все-таки не будем. И будем потом думать об этом уже после, когда... Как разгрузить, как скинуть это все. Как разгрузить, да, как скинуть то, что мы набрали. Без этого не обходится. Мы запустили сегодня телефонное голосование. Обратите внимание на экран, вы следите за своим рационом в новогоднюю ночь или нет? Что приятно? 64% наших телезрителей за несколько дней до новогодней ночи говорят, Я слежу, все в порядке будет. 36% говорят, что нет, им все равно, они объедаются по полной программе. Я как понимаю, в принципе, можно и объесться. Самое главное, объедаться здоровой пищей. Ну, во-первых, ты ее как бы и много не съешь, а во-вторых, такого вреда не нанесешь. Понятно, что покупной, например, майонез, это прям абсолютное табу. Табу. Чем его можно заменить? Домашний майонез приготовить. Он имеет другие свойства? Он работает по-другому? В промышленном майонезе, поймите, очень много трансжиров, каких-то компонентов, консервантов, добавок, что позволяет увеличивать срок годности данного продукта. И калорийность. Повышает его калорийность, да. Все-таки какой-то домашний майонез, либо соус, который заменит майонез. Это тоже может быть белый соус на основе йогурта. Да, можно добавить какие-то специи, да, лимонный сок, но тут тоже уже импровизация. Ну а как вот с горячим поступать вообще? Можно ли его кушать, или вот лучше ограничиться салатиками? Ну нет, кушать надо все. Вот вообще даже будем говорить, в чем рациональное питание. Какой вы хороший диетолог, кушать можно все. Кушать можно все. Да, я хочу сказать в нашем центре Beauty Science, когда приходят пациенты, в чем преимущество диеты, которую разрабатывают. Действительно можно кушать все, все продукты, с учетом переносимости, опять-таки, пациента. Ну а как же говорят, что? Но питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, по колоражу и, конечно, учитывая основной обмен веществ данного пациента, который обратился. Каждого конкретно? Каждого конкретно. Каким образом это определяется? Вот также в нашем центре есть прекрасная процедура диагностики тела, это биомпедансметрия, которая позволяет нам оценить качественный количественный состав организма, каждого пациента индивидуально. А как это определяется? То есть это определенный аппарат, биомпедансметр, который с учетом роста весовых показателей пациента, всех замеров, которые проводит специалист, мы определяем, что, сколько, чего в организме, сколько воды, сколько жира в процентном соотношении, без жировой массы. Также такие показатели даже определяются, как количество нервных клеток, клеток головного мозга. Сколько их осталось у нас? Ну, не будем говорить, сколько осталось. То есть, ну, вот в том понимании, что очень многие могут сидеть долго на каких-то, изнурять себе диетами, заниматься фитнесом и не видеть результата. Почему я всегда говорю, обращайтесь к профессионалам, конечно, таким, как работают в нашем центре Бьютио Сайенс, и индивидуально после консультации, после проведения диагностики тел мы можем порекомендовать именно персонализированное меню, подходящее именно вам. Которое будет, да, сбалансировать не только по белкам, жирам, углеводам и там колоражу, а именно будет соответствовать вашей физической активности, вашей умственной активности. И вашим, наверное, задачам, которые вы ставите, хотите вы похудеть или там... Кто-то придет с проблемой лишнего веса, кто-то хочет просто поддержать, кто-то занимается активно фитнесом и, соответственно, тоже обращается к специалисту, чтобы сбалансировать свое меню. У нас есть классный сюжет, из которого мы узнаем с вами, как Новый год встречали в советское время и как встречают его сейчас. После этого давайте мы с вами прокомментируем, какие же изменения в лучшую или в худшую сторону произошли в нашей стране и сможет ли Бьютио Сайенс помочь тем, кто сейчас переедает на Новый год. Давайте посмотрим этот сюжет. Все уже привыкли, что Новый год — это праздник, который мы традиционно встречаем большим застольем. Еще в советские годы на праздничном столе появились салаты — оливье, мимоза и селедка под шубой. Эти необычные для того времени блюда из доступных продуктов полюбились всем. Венчала праздничный стол фаршированная курица. Ее начиняли рисом, гречкой, картошкой и запекали до хрустящей корочки. На закуску делали бутерброды из ржаного хлеба и икры и доставали соленые помидоры и огурчики, выращенные в огороде. На десерт покупали торт «Наполеон» и мандарины. Не обходилось также без холодца, баночки шпротов и заливной рыбы. Какая гадость, какая гадость, это уже заливная рыба. Многие блюда советского времени сохранили свою популярность и из года в год появляются на новогодних застольях. По результатам соцопросов большинство россиян не представляет Нового года без оливье и селедки под шубой. Но искусственные хозяйки иногда удивляют своих гостей. В последние годы прочно заняли свое место на праздничном столе новые блюда. Крабовый салат, салаты с курицей с ананасами, жульен, мясо по-французски, бутерброды с красной рыбой и всевозможные тарталетки, канапе и изысканные рулеты. В этом году, по данным Росстата, новогоднее застолье обойдется российской семье из четырех человек в 5585 рублей. И это на 3,6% больше, чем в прошлом году. Некоторые продукты подешевели, а другие подорожали, как, например, майонез и сельдь. Так что приготовление оливье и селедки под шубой в этот раз обойдется нам чуточку дороже. Друзья, ну что ж, мы с вами разобрались, какие же блюда были в советское время, какие сейчас. Александр, мне кажется, что мы стремимся к какому-то европейскому шведскому столу. Больше закусок, больше бутербродов, причем с использованием морепродуктов. Многие предпочитают приготовить один-два салата и большое количество канапе. Обманываем ли мы тем самым себя или нет? Ну, конечно, обманываем. Все-таки питание, мы уже говорили об этом, сбалансированное, это и салаты, и большое количество, где и сырых овощей, и где присутствуют фрукты, возможно, это фруктовый салат, и горячее блюдо. Все-таки это, будем говорить, со своего стола убирать не надо. Потому что всевозможные закуски, опять-таки, там будут присутствовать большое количество, это какие-то соусы, это хлеб, я не знаю, что-то еще. Все, что является основой закуски. Да, 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 то, что будет все-таки увеличивать калорийность данных продуктов. А потом мы теряем обычный контроль, а только на пачку вторую. И мне кажется, да, закуски, да, столько много, и как-то очень-очень это все так мы... А тем более, когда они разнообразные, хочется каждую попробовать еще. Тем более насыщение, всем известный факт, что насыщение приходит не сразу, да, минут через 15, и за это время, за эти 15 минут мы успеваем больше намного закинуть, чем все-таки нам надо. Ну и вот, кстати, как поступить в этой ситуации, что вот все-таки переел человек, и как разгрузить себя потом, и как прийти в тонус? Ну, стараться, Светлана, конечно, наверное, все-таки не переедать. Правильность себя вести за столом, это кушать достаточно медленно, тщательно пережалывая пищу, использовать столовые приборы. То есть... Есть рукавище. Использовать, будем говорить, даже столовые приборы, и сама тарелочка, на которой находится ваша пища, должна быть небольшого размера. Чтобы казалось, что ты гору съел. Вам казалось, что на ней намного больше. Если это будет все-таки большая площадь, значит, и на ней вы положите больше, и больше съедите. Чувствовать свое насыщение, то есть знать меру. Ну, если уж, конечно, такая ситуация случилась, и уже переели, то, конечно, тут мы все-таки обращаемся уже к каким-то определенным препаратам, которые нам будут способствовать пищеварению. И как диетолог, тоже можете их порекомендовать? Ну, когда к вам придут на консультации, я порекомендую. Ну, возможно, да, стараемся все-таки, будем говорить, лекарственная терапия, это все-таки больше показано уже, когда идет какое-то лечение, а не профилактика. И, соответственно, диагноз. Как диетолог посоветовать профилактику, это все-таки я буду рекомендовать рациональное питание. Здорово, друзья, со скользкой дорожки вы не сойдете, если вы идете с Валенской Александрой обратитесь. У нас есть еще буквально несколько секунд, не могу не задать последний вопрос. Есть определенные стереотипы, что суперпродукты, к которым, например, относятся морепродукты, это вот просто в любом количестве, в любое время дня и суток, дня и ночи, абсолютно в любом составе можно есть. Так ли это или нет? Потому что, говорят, например, от креветок ваш холестерин просто взлетает до небес. Тем более, если они обжаренные. То есть, если отварные, то еще ничего. Если обжаренный сланг, конечно, то есть это уже, будем говорить, жир, который содержится в каждом продукте, и мы усиливаем, да, еще добавляем какое-то количество жира. Плюс, если мы обжарим, жарение – это вообще этот способ приготовления пищи уже нужно забыть. С огромным количеством аэрокрии, мультиварок и печи. Да, то есть стараться готовить пищу без применения дополнительного масла, запекать, чтобы с ней сохранялись максимально все полезные вещества, и пища все-таки приносила пользу, а не вред. И сказать, если о морепродуктах, то если у вас хорошая переносимость, нет аллергической реакции, то есть каких-то хронических заболеваний, которые, возможно, бы привели к тому, что данный продукт у вас как-то не очень хорошо усваивался, то, пожалуйста, ничего против морепродуктов не имеет. Спасибо вам большое, что этим утром просветили нас в темах здорового образа жизни и того, как не переедать в новогоднюю ночь. Ночью вообще нечего переедать, друзья. А у нас сегодня в гостях был диетолог Центра авторской косметологии Beauty Science Александр Локвина. Кстати, прийти на консультацию к ней вы можете, если отправитесь на Мичурину 150-154 или запишитесь по телефону 23-70-33. Спасибо вам большое, Александра. Спасибо, да. Ждем вас уже после Нового года, чтобы рассказать для тех, кто не смог восстановиться, как же будет дальше. Обязательно, спасибо. Друзья, вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Будьте с нами. Доброе утро, наш любимый город. Просыпайтесь вместе с программой «Автопилот». Мы вас готовы взбодрить, развеселить и поделиться с вами полезной информацией. Ну и, кстати, о полезной информации сейчас Сергей Гришнов готов вам рассказать о том, где скопились пробки и как же их объехать. Сереж, тебе слово. Спасибо большое, Света. Пробки скопились уже абсолютно везде. Объехать их будет проблематично, но надеемся, что с информацией, которую мы вам сейчас преподнесем, вам будет легче добраться до работы или до романтического завтрака со своими любимыми. 7 баллов сейчас показывает нам сервис «Яндекс.Пробки». Ну, я вам намекал уже о том, что проехать будет непросто. Так вот, с трудом едет проспект энтузиастов на всем своем протяжении до кольца стадиона «Волга». Скорость движения 3 км в час. Есть дублер, который параллельно к кольцу находится чуть ниже. Так вот, там произошла авария, туда лучше тоже не ехать. Там тоже 3 км в час скорость движения. После кольца стадиона «Волги» с трудом будете ехать до улицы Арджиникидзе. Скорость там тоже не превышает 3-5 км. И далее на середине улицы Арджиникидзе произошла авария, поэтому весь поток в сторону Чернышевского не мчит, а медленно пробирается. Но зато потом на середине улицы Арджиникидзе и по Чернышевскому практически никаких проблем вы не заметите. Есть небольшое снижение скорости около «Кристалла» до 25 км в час. Ну и до 7 км на небольшом промежутке дороги снизится скорость движения по Чернышевскому на пересечении с Радищева. Подъезд к предмостовой площади страдает, плачет иной. Это говорит «Уйдите все от меня, пожалуйста, я в печали в этот вторник». Аналогичная история и на предмостовой площади, и на Чернышевскому, и на предмостовой скорость не более 7 км. Мост из Саратова в Энгельс пока едет без проблем, а вот чтобы выбраться из Энгельса, по Кравчанам предстоит пройти очередной квест. Лесо-Заводская и улица Трудовая. Там кольцо новое, гладкое такое, знаете, приятное. Так вот оно стоит целиком и полностью. Аналогичная история и по улице Трудовая, буквально от городского пляжа города Энгельса, и до леса-заводской все простаивает. По лесу-заводской с трудом будете ехать до самого моста из Энгельса в Саратов, ну и, естественно, от городского пляжа до предмостовой тоже вытянется затор. Скорость движения не превышает 25 км в час. Усть-Курдемское шоссе от улицы Минякина с огромным трудом ездит до кольца строительного рынка. Все почему? Потому что на кольце уже произошла авария. Хотя произошла она на съезде ближе к затону. Но я думаю, что это тоже повлияло на затор. По Прудовой пока пробки никакой не замечены, по улице Аэропорт во всех направлениях тоже можете ехать без проблем. На вашем танкистов на этом перекрестке во всех направлениях стоят автомобили. Правда, недолго, но, тем не менее, простаивают. Несколько драгоценных минут потеряете. Еще одна авария замечена на улице Плодородная. От этого первый проезд танкистов вплоть до самой улицы танкистов едет с большим трудом. Выезд из Ленинского района осложнен и со стороны проспекта строителей. Здесь 3 км в час на подъезде к кольцу НИИ. Аналогичная история и на улице Московское шоссе. И эта тенденция продлится у нас до самой улицы Шихурдина. Шихурдина с переменным успехом то 25, то 5 км до Соколовой улицы. Посмотрим с вами на проспект 50 лет октября. К Соколовой вернемся немного позднее. По проспекту 50 лет октября. Без проблем едем до Первой дачной. Прям вот радуемся этому дню. Не очень низкая температура, можно даже окошечко приоткрыть и свеженьким морозным воздухом насладиться. А потом быстрее закрывайте, потому что загасованность дороги начинается с Первой дачной и вплоть до Мурманского проезда. Здесь скорость потока не превышает 3 км в час. Встречное движение аналогично. По Соколовой, кстати, все свободно. Без проблем будете ехать до танкистов. Да и в принципе и на танкистов потеряете всего 2-3 минуты. Там на перекрестке небольшой затор. Встречное направление чувствует себя чуть хуже. В Ленинский район кто-то сегодня захотел отправиться. Ну и посмотрим с вами на центр города. В центре города серьезных заторов не замечено практически нигде. Исключением составляет Астраханская от Казачьей до Московской. Парахово между Казачьей и Кутюковой идут ремонтные работы или уборка снега. В общем, там тоже не сладко в эти минуты. Ну и за стадионом локомотив, как обычно, все разукрашено красным цветом. Кто-то побаловался, взял красные карандаши, но давай разрисовывать карту нашего города. Вот так наколдовал нам кто-то пробок. Ты думаешь, на самом деле они не такие? Надеюсь, нет. На самом деле я надеюсь, что погода сегодня будет классная. Ну погода сегодня в принципе. Безветренная, такой солнечная. Да, безветренная. В общем, друзья, подробнее расскажу. Во вторник, 20 декабря, в Саратове и Энгельсе облачно с прояснениями и будет идти небольшой дождь. А ветер северный 7,1 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. И днем температура воздуха будет минус 9 градусов, а ночью будет даже теплее, будет минус 3 градуса. У нас, наверное, какой-то теплый циклон идет. И, в принципе, ожидается в ближайшие дни достаточно комфортная температура для зимы. Не будет тех жутких морозов, которые буквально на прошлых выходных нас не согревали, а морозили. Хотя, кстати, кому-то это и не мешает отправиться на прогулку и, я не знаю, заняться каким-то зимним видом спорта. Может быть, вы именно этой зимой откроете для себя катание на лыжах, сноуборд или, может быть, приведете свою семью покататься на коньках, потому что у нас очень много катков работает сейчас. Ну, а уж если вы любитель посидеть дома за чашечкой чая, в теплой, уютной компании и не знаете, чем заняться вам с вашим ребенком в это время, то у нас есть специальная рубрика, которую ведет Маша Брянская. И сейчас она вам покажет несколько занимательных поделок, которые можно сделать вместе с вашими детьми в эти зимние вечера. Привет, мои дорогие друзья! С вами снова Маша Брянская, и мы снова с вами будем творить. В этом году очень популярны совы, изображения с совами, аксессуары, игрушки, в общем, все, что угодно. Их можно видеть на прилавках магазинов любой продукции. И у меня возникла идея сделать себе такого друга, который будет меня радовать каждый день. И мне для этого всего лишь понадобилась бобина от туалетной бумаги. И вот что из этого вышло. Ну и, конечно, еще мне понадобился маркер. Я думаю, что все эти вещи есть у вас, и мы прямо сейчас сделаем с вами именно вашу сову. Для этого мы берем бобину от туалетной бумаги и сгибаем ее края друг к другу. А потом накладываем одну сторону на другую. Немножечко прижимаем. Вот и все, основа готова. Осталось всего лишь нанести изображение. Какая у вас будет сова? Покажите мне обязательно. Присылайте свои фотографии в нашу группу телеканала «Саратов-24». Ну а мы начинаем рисовать. Первое – это наши ушки совы. Мы их немножечко отметим вот такими вот простыми линиями. Ну а теперь нужно нарисовать глаза. Глаза у совы большие, поэтому они будут занимать практически все пространство нашей основы. Такие вот реснички, которые мы заведем в один круг. Вводим глазки еще одним кругом и подрисовываем черного цвета. Маркер не обязательно должен быть черным, может быть это будет синий и красный. Все на ваше усмотрение и на ваш вкус. Конечно же, клюв. Ну и любые орнаменты для того, чтобы закончить нашу поделку. Немножечко добавим перьев. Вот так, вот такой забавный друг теперь появился у моей первой совы. Кстати, как же мне их назвать? Может быть вы мне поможете? Присылайте свои предложения в нашу группу ВКонтакте. Я буду рада вашим предложениям и фотографиям ваших поделок. Ну а я вам говорю, до новых встреч. Скоро мы будем делать много нового и интересного. Вот такие совы могут поселиться не только на вашей новогодней елке, но и под ней, и в рюкзаке у вашего ребенка, и на столе на его рабочем, да и на вашем рабочем столе тоже. Кстати, украсив весь свой рабочий стол в офисе совами, ставьте хэштег «Минзан-64», и тогда будете участвовать в конкурсе от Министерства занятий труда и эмиграды Саратовской области. Ну а вы, кстати... Возможно, все. Возможно, все. Ну и, кстати, возможно, все, если вы скачаете наше мобильное приложение «Саратов-24» и будете с нами всегда на связи. Play Market, App Store, заходите туда, все сервисы доступны. И, собственно, качайте наше приложение, смотрите нас в прямом эфире, слушайте и смотрите новости, и также будьте в курсе всех событий, которые происходят в нашем городе, да и вообще во всей области. Ну а мы неспроста вывели плашку с телефоном-голосованием на экран, и, друзья, вы неутомимо надеетесь, что до Новый год вы будете следить за своим питанием. 64% наших телезрителей сейчас утверждают, что они будут выбирать, какой салатик есть. Наверняка приготовят греческий салат себе на новогоднюю дочь. Конечно, естественно, где вообще нет холестерина, но его все еще боятся в растительных жирах. Ну и, в общем-то, говорят о том, что пойдут во все тяжкие аж 42. О, у нас изменилось голосование. 52 сказали будут следить, 42 сказали, что им все равно, что они будут поглощать новогодней ночью. Ну и, друзья, голосование наше продолжается, и продолжается оно еще и на страничке ВКонтакте, куда прямо на секундочку мы заглянем уже после рубрики «Мария Белат». Да, и сейчас рубрика «Астрологический вопрос». Доброе утро! Каждый день на мою почту приходит множество вопросов от вас. Я выбираю самые интересные и отвечаю на них. Сегодня будет вопрос от Светланы. Цитирую ее. Никак не получается найти свою вторую половинку. Нахожусь в разводе. Были серьезные отношения, но закончились расставаниями. Развод в вашей карте заложен изначально. Впереди есть еще один брак. Я могу посмотреть только на ближайший год. Там нет серьезных отношений. Отношения последние. И не одни были не так давно. Однако именно сейчас, по прогнозу, не самое подходящее время строить отношения. Они будут разрушаться. Где искать? Этот человек может быть старше вас. Искать его надо около дома. Может, родители с ним знакомы. Может, он живет рядом с домом. Работает рядом с домом. Может быть, вы раньше ходили в одну школу. Подумайте над этим. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите дату, время и место вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Доброго утра всем тем, кто с нами. Да, и, кстати, с вами Сергей Гришнов, Светлана Казанцева. Работаем в прямом эфире. Еще есть возможность нам написать свои утренние приятные сообщения. Ну или, кстати, поделиться своим мнением по поводу того, что мы сегодня обсуждаем. А сегодня мы с вами говорим о правильном питании, о рационе вашего Нового года. Вот и соблюдаете вы его или нет, даже такое голосование запускаем для вас. Его номер вы периодически у себя на экранах видите, даже два номера. И можете ответить «Да» или «Нет». Придерживаетесь ли вы правильного питания и будете ли вы соблюдать свой рацион в праздник или нет. Кстати, номера телефона совершенно бесплатные. Звоните, хотим узнать просто ваше мнение. Ну а и как обещали, после небольшой рекламной паузы и рубрики «Мария Белат Астрологический ответ» заглянем на страничку ВКонтакте для того, чтобы прочитать, во-первых, ваши комментарии, а во-вторых, для того, чтобы посмотреть ход голосования. Мы вас спрашиваем аналогичную историю, что есть с телефонным голосованием. Вы следите за своим рационом в празднике. Знак вопроса в конце, а не утверждение. Пока. 50% сказали, что «Нет, ем все подряд и не только в празднике». Ну, вам тогда к диетологу от Beauty Science. Ну, кстати, да. Половина наших проголосовавших 25% четверть сказали «Я стараюсь следить за питанием, но не всегда получается». 18% сказали «Я ем все, что хочу, а скидывать килограммы буду весной». Только делайте это правильно. И 6%, только 6%, слышишь, гномик, всего 6% сказали «Я всегда слежу за питанием в праздничные дни, не исключение». Анна Лабе написала «Буду объедаться всем подряд, а после праздников на диету». И чтобы, знаете ли, замотивировать всех наших телезрителей, салатик вам ВКонтакте. Понятно. Чтобы вам аппетит утром разбудить, она решила у нас какой-то оливье или мимоза и чем-то такие парады. Ну, не знаю, чем-то очень красивым и чем-то очень аппетитным. В общем, друзья, мы вас ждем, ваше мнение, еще есть возможность зайти к нам в группу ВКонтакте и оставить там свой голос за тот или иной вариант. И как-то повлиять, и рассказать нам о том, что, блин, нет, я буду придерживаться здорового питания, потому что я считаю, что это, не знаю, верный путь. А я буду делать на Новый год только салаты, не знаю, с оливковым маслом, с соевым соусом, там, лимончиком, там, палец. С овощами отрицательной калорийности, типа сельдерея. Ну, и Вячеслав Прошаков написал, хочу написать не в тему. Ну, и написал. Спасибо большое, Вячеслав, за то, что пишете нам не в тему. За то, что просто нам пишете и держите с нами обратную связь. И это точно. Ну, а сейчас переходим к цифре, цитате и ролику сегодняшнего утра, а значит и всего дня. И начнем с чего? Конечно, цитаты. Она, знаешь, какая сегодня аппетитная. Ну, какая веселая. Очень и очень аппетитная. Денис Фадеев, глава Петровского района, сказал следующее. Благодаря утке Муларт в дальнейшем, если организовать сложнейший процесс, можно запустить производство фуагра. Представляешь, в Петровском районе... Месье, мадам, бонжур, фуагра. Сейчас весь мой французский соборный запас был исчерпан. Весь Петровский район станет зажиточными людьми, если они будут производить фуагра. А, у уточек Муларт будут проблемы с печенью. Ой, это когда волновал, ей-богу. Друзья, зато фуагра сможем попробовать. Я, кстати, поддерживаю в этом смысле главу Петровского района. Да? А что такое? Развитие региона. Ну, мы же с сырами уже справились. Правда, говорят, там больше растительного жира появилось. Но это не имеет значения. Но это же второй вопрос. Все, закрываем эту скобельную тему, переходим к цифре дня. Да, эта цифра сегодня 50. 50 тонн продуктов за свою жизнь съедает человек. Что? 50 тонн продуктов. Да, и, кстати, друзья, не надо лишнюю тонну накидывать в этот Новый год. Придерживайтесь какого-то рационального питания. Я вот хочу просто... 50 тонн? Съел? Может быть, я уже перевыполнил нормы для своего возраста? А, для какого возраста? Да, на какой возраст это рассчитано? Мне тоже интересно. Пожалуйста, специалисты, покажите, какой лимит у какого возраста должен быть. Вдруг я страшно переедаю, и мой лимит уже исчезнет. И что, ты теперь будешь сидеть на диете? Да, я ничего не съем за год. Ничего не будешь есть, только воду пить. Самое главное – воду пить. Бешеная сушка. Только так. И никак иначе. Переходим дальше. Ролик дня у нас на очереди. И это будет интересно, друзья. Я, потому что это панда, которая купается в снегу. Вечный позитив. Есть, да, есть животное, которое умиляет вообще в любом состоянии, что бы они не делали. Это на лапу своё кество уже смешно. У меня есть давняя мечта с детством. Я мечтаю побороться с медведем. Подбежать, обнять его, завалить вот так в сугроб и начать с ним бороться. Я боюсь, что он победит. Я сейчас потрогаю нос гнома, чтобы он исполнил моё желание в новом году. Надеюсь, это получится. Друзья, ну что ж, останавливаться на достигнутом не собираемся. Далее тему животных продолжим. Вместе с сурикатами. Хвостатая тема. За нами хвост рубрика. Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите нашу самую пушистую рубрику «За нами хвост». А мы снова там, где самые пушистые хвосты Саратова. В трогательном зоопарке «Крошка-енот» в торговом центре «Форум». И сегодня мы будем знакомиться с самыми, наверное, забавными обитателями этого зоопарка. С сурикатами. Юль, здравствуйте. Расскажите нам, кто у вас в руках. Знакомьтесь с вашим обитателем. Здравствуйте. Это любимец нашего зоопарка. Сурикат. Его зовут Тимон. Сурикаты обитают... Это пустынные жители. Обитают они в пустыне Калахари. Довольно интересные зверьки. Живут они большими семьями. Иногда даже по несколько семей. То есть как соседи. В каждой семье главенствует самка. И она решает, кто в семье, чем занимается. То есть у сурикатов очень четко идет распределение обязанностей. Есть сурикаты, которые охотятся. Есть сурикаты, которые нянчают детей. Есть сурикаты, которые охраняют территорию. Ну а есть сурикаты, которые просто радуют посетителей вашего трогательного зоопарка. А вот скажите, зачем сурикатам такие большие когти? Как я уже сказала, сурикаты живут в пустыне. Сурикаты дневные жители. И ночью они прячутся в норах, которые, в общем-то, собственноручно, собственно лапны и копают. Сурикаты норы достигают двух метров глубиной. То есть, ну и соответственно, лопаты у них нет. Поэтому приходится использовать то, чем одарила природа. Часто можно увидеть, как сурикат стоит на задних лапках и так очень внимательно куда-то вдаль вглядывается. Зачем они так делают? Это тоже обусловлено какими-то особенностями их жизни в природе? Да, это вот как раз функция охраны. То есть, в то время, пока семья сурикатов охотится, по периметру, где проходит охота, выставляется вот такой патруль. То есть, сурикаты, помимо того, что они вот так стоят, они издают еще и различные звуки. То есть, посвистывают. Таким образом, они предупреждают своих сородичей об опасности. Можно ли содержать сурикаты дома? И какие повадки хищника могут внезапно проявиться у городского квартирного суриката? На самом деле, вот в местах обитания на родине сурикаты являются таким же распространенным домашним животным, как у нас, например, кошка или собака. И там сурикатов заводят для того, чтобы они охотились на крыс. Вот. Сурикаты довольно социальные животные. То есть, они ласковые, они игривые. И, в общем-то, подходят очень хорошо для жизни в городской квартире. То есть, вполне могут служить таким милым домашним любимцам. Чем их кормить дома? В домашних условиях, конечно, естественно, тоже создавать условия, близкие к их естественной среде обитания. То есть, в их рационе обязательно должны быть насекомые. То есть, сегодня это не проблема. В зоомагазинах можно приобрести корма для экзотических животных. То есть, зоофобосов, тараканов. То есть, в общем-то, ваши питомцы будут с удовольствием их поедать. Ну, а какие можете выделить самые такие интересные особенности сурикатов? Вот если мы заводим сурикаты домой, к чему нам следует быть готовым 100%? Надо быть готовым к тому, что дома они вам будут царапать обои. Царапать мебель, царапать полы. То есть, ну и готовым к тому, что вы будете делать ремонт дома гораздо чаще, чем до того, как у вас жил дома сурикат. А так, в целом, то есть, это будет ваш любимец, с которым вы будете играть, которого вы будете обнимать, гладить. Ну, а если все-таки возможности завести такого домашнего питомца у вас нет, вы можете прийти в наш трогательный зоопарк «Кружка-енот» и поиграть с ними здесь. Я думаю, что они доставят вам массу удовольствия и принесут много положительных эмоций. Юль, спасибо вам большое. Мы узнали очень много о жизни сурикатов в дикой природе и о том, как можно содержать их дома. А с вами была рубрика «За нами хвост». Продолжайте смотреть нас и знакомиться с самыми пушистыми обитателями нашего города. «Кружка-енот» – самый трогательный зоопарк. Ох, вот эти сурикаты, это, конечно, да, они на Новый год не облопаются. А если облопаются, то с их подвижностью быстро все сожгут. То им только на пользу. Вы-то так быстро точно не избавитесь от лишних килограммов. Для этого у нас сегодня в гостях был диетолог Центра авторской косметологии «Бьюти Сайенс» Александра Логвина. И, кстати, найти ее вы можете в Саратове на улице Мичурина, 150-154. Также можете записаться к ней на прием. Да, кстати, если вы пропустили наш эфир и не видели интервью с этой замечательной гостью, то заходите на наш канал YouTube и смотрите выпуски «Автопилота». Много всего полезного и интересного вам сегодня рассказывали. И завтра, кстати, тоже с вами поделимся очень-очень занимательной информацией. В общем, друзья, подходит наш эфир к концу. Завтра в 7 утра. Будем рады вас приветствовать на телеканале «Саратов 24». Напомню, 21-я кнопка на любом кабельном операторе. Ну а к концу передачи, конечно же, хочется сказать, что как здорово, что хотя бы к 9 утра, но просыпаются реалисты, которые сказали, что не будут следить за своим рационом. 42% сказали, что им все равно, что есть на Новый год. А 58% сказали, что да, они за всем прям тщательно следят. Total control, что называется. Поменять ли мнение, это узнаем чуть позже. Может быть, мы и потом еще запустим такое же, перед Новым годом, 31-го. А может быть, первого, скажем, соблюдали или нет. В общем, друзья. Главное, чтобы вы были честны перед собой. Мы же с вами прощаемся в этой студии. Два часа с вами были. Светлана Казанцева. И Сергей Гришнов. И Гномя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»